День братьев и сестер В США он называется Национальный день братьев и сестер Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию честонесемейных и родственных уз День отца, день матери, день бабушек и день дедушек Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала некто Клаудия Эверт Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату В память о них она и решила организовать проведение праздника А в качестве даты выбрала 10 апреля, день рождения ее сестры Появились на свет в этот день В 1919 году легендарный Юрий Силантьев, дирижер, народный артист СССР С 1958 года художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и центрального телевидения 1927 год, день рождения Виля Липатова, советского писателя Его стиль – бытоописание современной жизни, сибирских строек и деревенской глубинки Народный язык и юмор Писатель много работал с литературной молодежью, как ее тогда называли А его произведения инсценировались в том числе и самим автором Последние годы Виль Липатов занимал пост секретаря правления Союза писателей СССР Амар Шариф родился в 1932 году Англо-американский киноактер, известный по фильмам «Падение Римской империи» Золотом Маккенны, Хелло Долли, смешная девчонка и других Его знали во всем мире Это фактически единственный выходец из Египта, которого взял и принял к себе Голливуд Шариф, настоящее имя, Мишель Дмитрий Шалхуб До сих пор является одним из самых любимых актеров во всем мире В 1937 году появилась на свет Белла Изабелла Ахатовна Ахмадулина, поэтесса Автор сборников «Струна», «Уроки музыки», «Свеча» Свои первые стихотворения Ахмадулина начинает писать еще в школе Уже в 1955-м известные журналы опубликовали подборку стихов молодой поэтессы Которую сразу же заметили и оценили читатели Не сомневаясь в своем поэтическом будущем, Ахмадулина поступает в литературный институт имени Горького «Влечет меня старинный слог, есть обаяние в древней речи, она бывает наших слов и современнее, и реща» Стивен Фредерик Сигау, американский актер, рождается в этот день Он преуспел и в актерском мастерстве, и в музыке, и в боевых искусствах Хотя широкой общественностью он известен прежде всего своим экранным амплуа Он борец с мировой преступностью Корни актера доподлинно неизвестны Установлено только одно Его предки по отцовской линии родом из России Вероятно, этнические монголы, буряты или калмыки Сам Сигал говорит, что его дедушка был монголом из СССР Отсюда указ Цитата В соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции Российской Федерации Постанавливаю принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика Родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки Это указ за подписью президента России Владимира Путина О событиях этого дня В 1633 году появляются бананы Ну, они были и до этого Они появляются с точки зрения мировой известности Бананы, ранее не виданные, например, в Англии Начинают продаваться в лондонском магазине Вот как описывает плод некто капитан Дампир Посетивший в 1686 году Филиппины Банан, я берусь утверждать, король среди всех плодов Не исключая самого кокоса Он так превосходен, что испанцы дают ему преимущество В сравнении со всеми другими плодами Как самому полезному для жизни Вкус у него тонкий, и он тает во рту, как мармелад 1710 год В Англии вступает в силу принятый в 1709 году статут королевы Анны Это акт о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей Правами на копирование печатных книг на ниже указанный период времени Это официальное название Считается первым полноценным законом об авторских правах Назван в честь королевы Анны В период правления которой, собственно, и был принят Статут оказал общественное и существенное влияние На законодательство в области авторских прав Великобритании и США 1849 год Английская булавка запатентована опять же в США Одно из самых известных изобретений было сделано Когда некто Уолтер Хант крутил в руках кусочек проволоки И размышлял о том, как же отдать ему долг в 15 долларов Неожиданно ему приходит в голову мысль о том Как можно сделать безопасную булавку Которая бы не выползала из одежды и не кололась Она дошла до наших дней практически в оригинальном виде 1949 год В Вашингтоне начинается конференция США, Великобритании и Франции По германскому вопросу Которая принимает оккупационный статут И соглашение о контроле трех держав в Западной Германии 1972 год Подписана конвенция о запрещении разработки и производства И накопления запасов бактериологического и токсического оружия И о его уничтожении Ну и последнее 2019 год Миру представлена первая фотография черной дыры В центре Млечного Пути и предположительно всех остальных галактик Вселенной Обитает необычно крупная черная дыра В нашем случае она примерно в 4 миллиона раз тяжелее Солнца И располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли То, что мы видим, больше по размеру, чем вся наша Солнечная система Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать Над этим открытием работает команда из более чем 200 исследователей До этого существование черных дыр было лишь гипотезой Это открытие также может пролить свет на формирование нашей Вселенной А вот к лучшему это или к худшему покажет время И, боюсь, нашей с вами обычной человеческой жизни для этого явно не хватит С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата» Субтитры создавал DimaTorzok